Выйдень из клуба, пожалуйста! Мы вот насмотрелись на вас уже, на вашу, так сказать, кибитку. Будьте добры! Выйдень из клуба! Что такое кибитка? Кибитка? Это типа юрты. Кибитка это цыганская кибитка, которая цыгане ездит, переезжает, что? Не знаю, какое-то, по-моему, транспортное средство. Что вы здесь делаете? Расскажите нам, пожалуйста. Мы здесь выступаем, показываем свой фольклорный ансамбль «Скомарошки». Мы играем на балалайках, на трещотках, на калюках мы играем. Сейчас я вас научу любить родину нашу. Котенька, коток. Вот такая колыбельная детская. Понравилось? Супер! Так, 8 лет учимся, поступаем в музыкальное училище. Как отрываются настоящие фольклорные мастера? Что ты сегодня здесь делаешь? Сегодня мы организовываем детскую зону для детей, потому что все пришли с семьями, и не всегда детям интересно смотреть на танки или пулеметы. Вот, поэтому мы для них организовали интерактивную зону, где они могут порисовать. Это настоящая борода? Докончно! 10 лет растил! Что вы здесь делаете? Так что людей развлекаем. Песни поем, танцуем, фотографируемся. Как калининградцам, которые поедут домой сегодня по пробкам, как им поднимать себе настроение? Если кто-то сделал какие-то видеозаписи, это пускай включает и в момент в пробках вспоминает этот праздник. Не грустить, это в первую очередь, потом, ну, возможно, слушать радио, возможно, хорошее какое-нибудь радио. Даже вот, возможно, что это Балтик Плюс ваше радио. Мастер-класс от вас. Как правильно сделать комплимент абсолютно любой даме? Комплимент сделать очень просто. Надо сказать даме что-нибудь очень приятное. Например? Шаурма. Вы думаете, это приятно? Ну, многие любят шаурму. Что важно знать гостям, которые планируют приехать в следующем году? Ну, вообще, на самом деле, самое важное, мне кажется, все-таки почитать о Гумбининском сражении, о его значении вообще для нашей страны, вообще в целом для Европы. Потому что есть исследователи, которые считают, что благодаря Гумбининскому сражению мы спасли Париж. С какими мыслями уходите с этого мероприятия? С мыслями о том, что надо лучше знать свою историю. Хочется почитать, узнать больше. Для чего делается это мероприятие? Ну, оно скорее почтить память тех, кто погиб, и для того, чтобы носить какую-то образовательную функцию. Здесь принимали участие наши там соотечественники. Но он не радостный, и это не праздник. Это скорее, я бы сказала, что это такая светлая радость о том, что все прошло. Что подрастающему поколению обязательно нужно знать про Первую мировую войну? На самом деле подрастающему поколению надо очень хорошо изучать историю. Начиная с Первой мировой, заканчивая уже Второй мировой. Для того, чтобы это на самом деле не повторилось. Мы на самом деле реконструкторские клубы, мы хотим именно этого, чтобы народ никогда не забывал, что творилось, какие мясорубки были, какие бои проходили, как народ гиб, как народ пытался выжить. Мы очень сильно надеемся на то, что в будущем это не повторится, и мы сами показываем, что такое было, такое есть, и такое не дай бог послучится. Молодец! Молодец, вперед! Молодец! 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 Продолжение следует...